Вся правда в одной программе. Тысячи драмах, например. Почему бы и нет? Интересная тема, которая интересует общество. Но нет, дорогие друзья, сегодня Абувян пришел не один. У него целый белорусский десант. И скоро наши замечательные, красивые и умные гости из Белоруссии появятся у нас в студии на фирменном диване. И не только. Сегодня, кстати, мы говорили о том во время Глумового утра, что Александр Лукашенко, самый главный человек Белоруссии, поручил своим подчиненным сделать так, чтобы средняя заработная плата в Белоруссии в следующем году была 500 долларов. Минимальная. Вот как это будет происходить, попытаемся разобраться. Сегодня так уж получилось. Средняя минимальная. Да, так уж получилось, что наверное, о политике будем говорить мало, но все-таки соглашусь с господином... Мы не о политике будем говорить. Нет, ну вообще глобально. Соглашусь с господином Глумовым, что мы обязательно сегодня, даже при наличии наших гостей, все-таки тему тысячу драмовым, мы обязательно ее затронем. Чуть-чуть затронем. Да, так скорость пройдет. Спросим наших гостей, например, как в Белоруссии это делается. Не, ну в Белоруссии я... В Белоруссии это не делается вообще. Не, 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 абсолютно, абсолютно. Понятно. Не делается. В любом случае, сегодня будем говорить об итогах... Мы спросим у людей, да, доверяют ли они своему правительству, например. У белорусов. Спросим, доверяют ли они своему... Они же могут нас спросить. Нет, там на самом деле Белоруссия нам страна родная, Белоруссия нам страна очень близкая, Белоруссия... Я со мной половина белорусов. Вот так уж скажем, да. Все самое лучшее у тебя, белорусов, я это уже не знал. Я думаю, что мы сегодня попытаемся, наверное, отойдем немножечко с разрешения вашего, господин Глумов, да. Немножечко от политики и все-таки попытаемся понять, что же нас, может быть, объединяет, а что же нас все-таки разъединяет. Ну и в конце концов в Армении прошли 14-е игры. Игры чемпионата мира. Что, где, когда. Где, когда. Об этом мы тоже поговорим обязательно. Игры проходили на высочайшем уровне. И слава богу, что люди, которые были организаторами, и соучастниками этого всего очень близки к нам. По крайней мере, два человека даже у нас на радио работают. Так что имейте в виду. Уходим на рекламу сразу после. Вот уже гости будут в студии. Так что можете нас слушать и даже смотреть в режиме онлайн на radio1.fm ну и слушать на FM 103. Если у вас нет интернета под рукой, есть радио. И звоните. 560901. Реклама на Radio 1. Добрый день. Скоро все остальное. Грани правды понятно о сложном. Грани правды понятно о сложном. Ну, на самом деле, сегодня ничего сложного, наверное, не будет. Будет все понятно. В столице всех армян, хотя люди, которые играют что, где, когда, думаю, что для них вообще ничего сложного не бывает. Я скажу, то у нас сегодня так уж получилось, что ввиду такой тесноты, да не обиды, у нас, так сказать, случайно, третий соведущий. Павел Малецкий. Итак, представлю нашим... Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Витаю вас, поважаемые радиослухачи, как говорят у нас в Беларуси. Радиослухачи. 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 Малецкий, он зарплату просить будет, я беларусов знаю. Поделишься, что? А, да, да. У них теперь должна быть средняя зарплата около пятиста. Требовать батька будет у тебя. Если ты человеку вдруг чего-то не дадашь, то имей в виду. Я понимаю, я сразу скажу, значит, тема у нас сегодня это... Мы остальных соведущих не представили. А, да, да. Павел, представьте, пожалуйста, Коля. Дмитрий Шпак, Дашенька, Дашенька, Машенька, Машенька, Машенька должна была сидеть поселедки с Дашами, чтобы загадать желание. На самом деле, уважаемые радиослушатели, сегодня сливки интеллектуального движения Беларуси у нас в гостях. Мои очень хорошие друзья. кто в Беларуси думает последние несколько дней, пока вас там нет? Остались люди, которые еще думают? У нас там порядка игроков. Только в Минске около ста команд играющих. Отлично. С ума сойти. Только в Минске около ста команд. Итак, напоминаем, что в Армении прошел чемпионат мира по что, где, когда. прошел и были также белорусские команды, были украинские, канадские, финские, израильские, литовские, господи, из 25 стран мира и ребята, армяне приехали. Азербайджанские не приехали? Я скажу так бы серьезно. Серьезно? Да. Дело в том, что приезд азербайджанских команд, в общем, мы им отправили письмо, что гарантировали, мол, ребята, приезжайте. Да, но тут весь вопрос в том, что если бы ребята приехали, потом они бы не вернулись, потому что, как шпионов бы за... Ты же знаешь их, господи. все, то есть надо было оставаться здесь. Хорошо. Ну, с белорусами полегче. Да, с белорусами. Слава богу. Не скажи! Я тут могу поднять тему и останутся в Ереване. Пускай, пускай. Хорошо. Будем делиться интеллектом и генами, соответственно. У вас диван удобный. Отличный. Это ты на отделение генов, да? На этом диване такие замечательные люди сидели, и вы в том числе теперь. Давайте впечатление. Так, чемпионат по что, где, когда, как, что. Классно. Что тут можно сказать? Победили, не победили, как? Ну, победили, не победили. Победили, не победили, так. Вот. Приехали в Армению мы в первый раз, все в пятером, да. И чемпионат чемпионатом, но мы вот уже, получается, с четверга по Армении восторгаемся тем, что здесь происходит. Вот сегодня с утра мы проснулись, и мы еще не знали, что мы выйдем на радио. На армянском радио. Да, что я еще с утра... Вы выйдем на армянском радио. Слушайте, да. Итак, какие впечатления об Армении? Кстати, да, какие впечатления об Армении? Что удивило, что нет? Да все удивило. Вот просто пересекаешь границу и... И начинаешь удивляться. И начинаешь удивляться. У вас... Ну, что... Опять начинать говорить вот это, что у вас горы красивые. Вот то, что Арман от меня слышал миллиард раз. Вот просто... Сейчас еще всем слушателям повторить. У нас обычные еще. Красивые у нас горы! Совершенно точно горы у вас лучше, чем в Беларуси. Да. С этим не поспоришь. Так, что еще? Уделаны максимально. Так. Ну ладно, горы. Прекрасные люди, на самом деле. Очень... Вот ходишь, просто удивляешься, насколько все открытые, насколько все общительные и просто рады, даже не зная тебя, просто рады с тобой познакомиться, пообщаться, угостить. Ну, увидели красивую девушку, это нормальная реация. Это больной вопрос, на самом деле, накормить. Весы будут довольны дома. Весы, да. Мы ходим, и у нас щеки болят. Мы не привыкли столько улыбаться. И есть. И есть. Генеральная репетиция перед поездкой в Америку, там тоже все улыбаются, говорят. Не, ну там не улыбаются, там у всех газы, как я подозреваю, судя по... Ты опять начал? Не, я в хорошем. Я в хорошем. Там у всех газы. Там тоже люди улыбаются. Ну что, хорошо, я бы тут с вами поспорил. У нас есть районы, в которых никто не улыбается. Ну, вас туда не возили, видимо. Не, ну, районы... Нет, кстати, в те районы, где не улыбаются. Районы в городе, я имею в виду. А, да ты... Чарбах, Айрация, Канакер. Почему нет? Там же суровые ребята. Нет, в Канакер... Ну, нет, суровые-то суровые. Но они улыбаются. Весь вопрос в том, что на самом деле... Я, уважаемый радиослушатель, как я объявил, объявляю еще раз, я наполовину белару. Ты как к Господу Богу сейчас обращаешься. Да, я как наполовину беларусь. У меня никогда вот внутри не было этого конфликта культур, наоборот. Армяна-белорусская. Да, армяна-белорусская. А он есть вообще? Конфликт культур? Нет, ну смотри, Белоруссия это... Вообще, начнем с того, что все армяне любят Белоруссию. Это говорю совершенно искренне. Это не Армяне. Особенно белорусск, я хочу сказать. И это взаимно. Нет, нет, ну что ты, Мэйфил, что ты меня... Меня домой уже не суждаешь. Нет, послушайте, значит так, я перебиваю тему. Смотри, угораю, да? Итак, что я хочу сказать? Нет, Арман, конечно, любит белорусов, потому что белорусов не любить нельзя, но я люблю их сердцем, потому что сердцем я люблю их. Да, душой, да. Сердцем я люблю их. Итак, проехали, чем я люблю. И перейдем непосредственно к телу, как говорил Гиде Мопассан. Мария Ароновская, Машенька. Машенька-армянка, она, правда, не в курсе. Ну, так же, как ты, наполовину белорус. Машенька-армянка, кстати, супруга Павла Малецкого, который мне может дать в ухо. Ты в ухо же в эфире дать? В правое. В правое, желательно. Хочу. Ребята, он думал. Он думал, Паша думал. Что вы хотели спросить у Маши? Я хотел спросить у Маши. Забыл. Пять лет тому назад, когда мы познакомились с ребятами, это было на чемпионате мира по брейнингу. Армянские три команды участвуют на чемпионате мира по брейнингу, стабильные. Это команда Тиграна Кочаряна, это команда Лёвы Никагасяна и, соответственно, команда, да, где капитаном мне, мы имеем честь быть я. Так. Итак, когда пять лет тому назад мы встретились, для меня был сумасшедший, просто кайф раскрывать перед Машей, перед Димой, перед ребятами, перед, там, я не знаю, девчатами, перед моими белорусскими друзьями раскрывать Армению, потому что это был тот формат, где ребята увидели скомпонованную, очень ёмкую, очень такую спрессованную армянскую, я не хочу сказать слово душу, армянский тренд поведения, вот так скажем, да, кстати, это хороший тренд, хороший тренд, без всяких методов, я себя прилично веду, стараюсь, да, нет, ты же знаешь, я тебя боюсь, конечно, имеешь право, и вот, я бы хотел спросить у Маши, Маш, пять лет тому назад и сейчас, что изменилось за пять лет, Абовян как-то долго задает вопросы, в тренде армянского поведения, в тренде армянского поведения, да мало что изменилось, я помню свои первые эмоции, от того, что... На протяжении пяти тысячелетий, да, давайте ограничимся пятью годами, первые эмоции были, они сумасшедшие, то есть, это люди, которые несколько дней подряд заводят зал, которые бегают по залу, танцуют, армянский коньяк творит чудеса, да, я трезвый был, я трезвый, он нюхает, лучший мельдоний в мире, это армянский коньяк, так, что еще? Следующая, такая, ну вот, эмоции от них, они очень открытые, мы даже, наверное, первое время, не зная друг друга по именам, мы подходили друг к другу, обнимались, мы говорили обо всем на свете, то есть, это большое счастье, когда с незнакомым человеком ты можешь начать говорить о чем угодно, о своей стране, о своей культуре, о Боге, о семье, об общих увлечениях, о друзьях. А с грузинами обнимались, там, с латышами, или только с армянами, просто интересно, разница есть какая-то? А мне вот тоже интересно. Обнимались. К чести сказать. Правильно, брат, итак, Паша, ты с грузинами обнималась, я здесь, Паша. Пять лет назад нет. Вот, ага, вопрос и ответ исчерпан. Ну что, дорогие друзья, приятно слышать такие слова перед уходом на рекламу, а после рекламы поговорим про женский биатлон, который в Беларуси очень силен, в отличие от армянского женского биатлона. Вот, Арман Абувян сделал страшное лицо, он не в курсе просто. Женский биатлон? Женский биатлон в Беларуси один из сильнейших в мире. Не надо, не надо. да, да. Ребята, я понимаю, вы можете меня даже побить в эфире, это нормально. Ногами, Паша, ногами и прикладами от женского биатлона. Сумасши. Ну что, реклам на Радио Ван, после мы навернемся, и может быть даже и про женский биатлон поговорим, кто его знает. Добрый день. Грани, грани, правды. Грани правды. Правды. Доступно о главном. Пока вы слушали рекламу, господин Абувян по телефону от людей по поводу вернисажа. Да, вернисажа просвещал. Просвещал. Ты просветитель. Такие вещи. Что? Я хочу спросить, ты понимаешь, меня вогнал в ступор женский биатлон. Белорусский женский биатлон. Белорусский женский биатлон. Один из сильнейших в мире. Один из сильнейших в мире. Что? Дим, ты мне фамилии называл? Это были, прошу прощения, это эпические фамилии. Эпические. Расскажи, пожалуйста. Олимпийские чемпионы. Это не просто, ты большой поклонник белорусского биатлона? Я большой поклонник спорта вообще. Я в тренде, скажем так. Ага. Да. И? Арман, ну ты не знаешь, там Дарья Доврачева. Ты на меня смотришь как на дебила, правильно и делаешь в принципе, потому что я ничего не понимаю. Ты первым начал. Даша самое распространенное белорусское имя. Смотри. Это ты мог уже за месяц. Даша еще и Даша там. Ага. И Доврачева. И есть такой человек, как Улья Айнерн Бьорн Даллин. Еще один. Белорусский человек. Уже наполовину белорус. Норвежский белорус. Мы хитрый, коварный белорусский план для привлечения медалей. Ай, это общение со мной, хитрые, коварные белорусы. Вот. У нас не так много олимпийских медалей, чтобы именно так разбрасываться направо и налево. Но на олимпиадах не всегда получается, поэтому можно просто взять человека с Норвегии, у которого там вся грудь в орденах. У вас больше только от одной Дарьи, чем у нас. Три. Пока Арман. Три золота. Да. И одна бронза. Дарья мультичемпионка, и она прекрасный человек. Ее в Беларуси очень уважают и обожают. Очень красивая. Лучшая. Ну что, забываем про женский биатлон. Арман, я тебя потом просвещу уже, успокойся. Да, значит, по женскому биатлону. Главное, я услышал, он красиво. Чемпионат мира по что, где, когда. Вот я сам иногда поиграю, что, где, когда не так профессионально. Это он скромненько поигрывает, играет. Что дает людям спортивный, скажем так, вот, вкус вот этой игры. И мы знаем, что есть телевизионная версия, которая немножко приглажена, сделана так, чтобы рейтинги были и так далее. Есть спортивная, совершенно чудовищная битва мозгов. Вот что это такое? Это спорт. Это в первую очередь спорт, раз мы заговорили про биатлон. Здесь тот же самый адреналин, драйв, желание победить. Причем это все выражено в гораздо большей форме, потому что, когда ты играешь, и это показывают по телевизору, часть твоего мозга так или иначе занята на том, как выглядишь, да, и что о тебе подумают. А вот здесь ты погружаешься с головой полностью в игру, ты погружаешься в вопрос, в команду, ты кричишь, ты беснуешься, вот Арман знает. Он в телевизоре так и он. Там ты сходишь с ума, умираешь за столом, и если ты хорошо умираешь за столом, ты потом приезжаешь на чемпионат мира по что, где, когда? В Армению. В Армению, да. Ребят, а вот я бы хотел все-таки... Даша, ты сидишь, молчишь, молчишь, молчишь. Вот мне интересно, снова, да, наш чемпионат, что, где, когда. Мы все участвовали в разнообразных мероприятиях, чемпионатах, да, впечатление от армянского. Только не хвали. Вот чисто объективно, потому что для нас это важно. Кстати, еще раз не могу не упомянуть Тиграна Кочаряна. На горбу, на крови, на нервах, которого просто он выстроил. У слонов не бывает горбов. Нет, у него уже есть. Да? У него уже есть. Слона-верблюд такой. Да, слона-горб. Он Драмадер или Бегатриан, кстати? Кто? У него два или один? Слушай, ты меня пугаешь сегодня просто. Он же Тигран, нет? Подожди. Так, он Драмадер. А, все-таки два. Он кап. Так, Даша, давайте отвечать на вопрос моего коллеги. Мы под впечатлением большим от чемпионата. Учитывая то, что мы хорошо общаемся и с организаторами, и с игроками, мы понимаем прекрасно, как сложно это все давалось. Есть свои недочеты, были какие-то минусы, но... Какие? Армянские... Ну, говорите, говорит, не будешь. Нет, были организационные моменты, которые немножко подпортили впечатление, но... Да, Даша пытается так сказать о том, что толпа народа, которая приехала на чемпионат, очень сложно организуема с точки зрения пунктуальности. Да. И невозможно избежать каких-то временных задержек, каких-то сдвигов. Это вообще армянская беда. Нет, кстати, была беда не армянская. Я немного... Я не оправдываюсь, я просто объясню, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что знатоки, особенно которые играют в спортивку, добрая половина, они люди не совсем нормальные в хорошем смысле. И они могут случайно забрести в горы. Просто уйти, задуматься о какой-то проблеме квази-физика, чего-то там, или почему же Евсеев убил ее? Вот что-то такие абсурды, и уйти куда-то в горы. То есть это не надо. А потом надо ловить. Да, кстати, мы отлавливали. Я лично на автомобиле отлавливал знатоков. В горах. Спасибо, Арман. Ловец знатоков. Итак. Ну, по поводу армянского «Что, где, когда» можно добавить еще одну очень характерную историю, которая произошла с нами, когда мы переезжали к границу. Так вышло, что мы заезжали в Армению со стороны Грузии по сухопутной границе. Без обид, ребята, без обид только. С Грузией. Вот. И когда мы проходили паспортный контроль, вот как раз Даша проходила одной из первых, протягивает паспорт пограничнику, уже армянскому, для того, чтобы пройти контроль. И пограничник спрашивает, куда едете? Едете. Даша говорит, цахкадзор. Он поднимает голову, очень удивлен спрашивать, что, где, когда? Вы знаете, если... Видите, какие у нас подкованные пограничники? Вот, да. И вот это, мне кажется, характеризует армянское «Что, где, когда» наиболее красноречиво. Я горд за наших пограничников, потому что я тоже бывший пограничник. Да, если этот пограничник слушает нас сейчас, мы передаем ему большой-большой привет. Радиослушатели интересуются, раскрываем страшную тайну, драмадер — это одногорбый верблюд, а бактериан — это двухгорбый драгид. Мы не ругаемся в эфире, это реально такие вот, да. Вот. Ну, слушайте, я так понимаю, вы сухопутным путем, да, пересекали? Да, так получилось. Вы на чем приехали? Вы из Минска прямо на машине, что ли? Нет. Дело в том, что тут я австрия, но дело в том, что компания Белавиа ввиду каких-то определенных обстоятельств. Белавиа — это самолеты. Да, самолеты. А она отменила прямые рейсы, Белавиа. А вы Тбилиси? Мы знаем, что... Да, нас слушают в Беларуси. Уважаемые Белавиа, родные, пупушные, красивые, симпатичные. Вот даже мне что-то пискнуло туда. Верните! Верните, пожалуйста, самолет, потому что Беларусь и Армения должны быть связаны одной воздушной пуповиной. И вот это должно нас... Их не бывает много, пуповина бывает одна. Не, ну, вообще... А, вообще, да. Да, потому что это очень не это. Хочу спросить опять у наших гостей. Что, где, когда спортивное не мешает жить вообще? Вообще, что, где, когда? Вы же работаете в других местах, получаете минимальную среднюю зарплату, которая пока 382,6 долларов. А я, кажется, слышал, 500 будет. Нет, скоро будет 500. Это ваш президент поручил, чтобы в этом году и в следующем было 500. Я слышал в позапрошлом году, в позапрошлом году, что вот скоро будет 500. Слушайте, а мы все время равняемся на вас. Не, мы на самом деле равняемся на вас. Да. Ну, вот серьезно, семейная жизнь, вот одним людям тут вроде как, я не знаю даже, помогает или мешает. Семейная жизнь, личная жизнь, работа и все остальное. Как можно это совмещать? На самом деле, что-то, когда это скорее созидательное явление, чем деструктивное, потому что большинство пар, которые играют, что-то, когда, они сформировались именно благодаря знакомству на играх. Да. Я, например, с мужем познакомилась в 5 утра на вокзале в Гродно. Так, вопрос. Что ты делала в 5 утра? Внимание, вопрос. Да, на вокзале в Гродно. Внимание, ответ. Единственный поезд, который приходил в адекватное время из Минска в Гродно, прибывал туда в 5 утра. То есть в 5 утра в Гродно это адекватное время? Для игроков, что-то, когда, которые привыкли быть везде в разное время, в разных условиях, спать на полу, спать стоя, спать вверх ногами, знакомиться с неожиданными людьми в неожиданных местах, это нормально. Вообще, для игроков, что-то, когда, все практически воспринимается абсолютно адекватно. Мы уже почти ничему не удивляемся. Для игроков, что-то, когда нет неадекватного времени и нет неадекватных людей. Да, то есть тебе могут позвонить в 12 часов, а пойдем погуляем, а пойдем, а что там будем делать? Давайте в свой чок поиграем. Давайте. Ну и вот к вопросу о личной жизни, вот прямо в студии сидит вот моя жена Маша, с которой мы познакомились именно благодаря что-то, где-когда. Поэтому... Вот так вот. Дорогие друзья, теперь я понимаю, откуда такая замечательная рождаемость в Белоруссии. Спасибо, что где-когда. Хорошо, давайте вот такой блиц-опрос. Скажите, пожалуйста, кем вы по жизни работаете? Вот какие ваши специальности, образования? Интересно, гуманитариев больше или все-таки людей, которые в точных... Ну, как правило, больше гуманитариев. У меня вообще очень сложная специальность. Я историк МЧС. Я работаю в МЧС по исторической линии. Так, МЧС историк? Так и есть. У МЧС такая долгая история, что ли? То есть в 1872 году сгорела хата? Не, я помню, что... Я знаю об этом. Я помню, что... Офигеть! Я помню, что Помпейс сжигал для того, чтобы потом продавать там все... Да, это правда. Это так было. Нерон сжигал, понимаешь? Нерон хоть не продавал. Нерон один раз и так, основатель. А вот Крас это... На самом деле Крас не просто сжигал, он поджигал, а потом предлагал услуги своей пожарной команды. Если вы нам дадите денег, мы потушим. Не дадите, не потушим. Симонян Крас Возгенович, передаю вам большой привет. Так, историк МЧС удивительный. Так, Вадим. Я занимаюсь тем, что я IT-специалист. В Беларуси очень много IT-шников. Да, да, да. Им нужно... Им нужно помогать. Конечно. Они... Они такие маленькие, крохотные, им нужны рабочие места. К легендарной игре танчики имейте отношение? Грешин, поигрываю, но не больше. Ну, ну, к системам никаким. Ну, так, пересекались пары ребят. Вам там Голдар или премиум танк нужен? Ну, просто сразу скажите. Пара миллионов баксов осела где-то или нет? Ну, ладно. Ребят, вы о чем говорите? Какие танки? Я не понимаю. Это где-то рядом с дом рычевой танк. Самая известная игра в танки в мире онлайн сделана руками и мозгами белорусских. А я играю в шахматы, когда ты выигрываешь, там девушка сняла одежда спадает. Это не мы, Арман. Это не вы? Это не мы. Это не Даша. Итак, танчики. Отличие армянского интеллектуала... Я играю в шахматы, девушка снимает одежду. Пожалуйста. Единственный стимул. Почему он играет в шахматы? Итак, значит, ты у нас IT-специалист. Да, да. А узкая направленность. Вот IT... IT-то немного... Скажем, это такое... Знаешь, я специалист в управлении. Инженер-системотехник. Вот там тебе сети нужен, интернет. Там у тебя с компьютером опять-таки вопросы какие-то он тебе нужен. Так ты бабки рубишь, братан. Ну, говорю так, как будто бы рублю. Ну... А, ну понятно, понятно. Тут все так делают. Понятно. А Даша? Я работала раньше системным администратором тоже в IT-сфере. Ага. Вот. А теперь я занимаюсь благотворительным проектом в Гомеле в Беларуси. Это случайно не детский проект? Нет, не детский. Мы помогаем, пытаемся помогать людям больным гепатитом С. Отлично. Ой. Дай бог здоровья всем. Говорим об этом. Даша. Еще одна Даша. Даша Воробей. Почти. Даша Соловей. Да, Соловей. Я помню. Я объясню, почему Воробей горд. Замолчи. Я объясню, почему Арман Аблер. Даша Воробей. Даша Воробей. Я объясню, почему. Значит так, ребята, когда, уже радиослушатели, на моих глазах эти ребята знакомились, женились. И единственный человек, который мой армянский глаз упустил, это была Даша. Почему? Потому что ее мужа, он прекрасный хирург, кстати, врач, очень известный человек, фамилия Соловей. Но я постоянно путаю. Если я скажу, Воробей, передай мужу, я ему разрешаю отрезать мне аппендицит. Без наркоза. Он очень добрый, он так не поступит. Да ладно, я видел его глаза. Пустые глаза убийцы. Понимаешь? Вот это он запомнит. Да. Итак, Даша Соловей. Ну, так получилось, что мы с Машей Ароновской окончили один и тот же факультет одного и того же вуза. Но специальность маркетинг, которую мы получили, она предполагает абсолютно разнообразное умение. То есть она просто тебя готовит к тому, чтобы ты умел все. Чтобы ты умел не утонуть в жизни. Да, да, на самом деле так. И сейчас я, сменив уже несколько мест работы, работаю в небольшой частной фирме и занимаюсь, по сути, всем. Это рекламное агентство? Нет, нет, это в некотором роде производственная оптовая фирма, то есть, ну, связанная с автомобильными всякими жидкостями, колесами, то есть у нас свое производство, официальное дилерство, вот это вот все. Жидкости и колеса это самое оно, наша любимая тема. Очень женская специальность. Да. Вот, и благодаря тому, что я маркетолог, я могу все. То есть я занимаюсь всем, начиная от банального наполнения сайта нашего и до вот... До прямых продаж? Или нет? До этого не доходил. Нет, у нас B2B, прямых продаж у нас как таковых нету. Ну, реально, просто все. Мне говорят, Даша, надо вот это... B2B это посложнее, чем драмандеры, дорогие. Да, подожди, подожди. Бизнес-бизнес. То есть ты занимаешься колесами? Я это услышал. Жидкостями и колесами. И жидкостями и колесами. И всяческими, да, вот химией. Да, ну, я понимаю. Ты сидишь? Маша, чем занимается Маша? Ну, вот, несмотря на то, что мы с Дашей закончили один и тот же факультет... Ты тоже занимаешься колесами. Нет, я занимаюсь связями с общественностью. Отлично. Ага. А не в правительстве, не при президенте? Нет, не в правительстве, не при президенте. Я работаю в компании, которая создает умный, тяжелый инженерный софт, которым проектируются дороги, аэропорты, горные разработки. В Белоруссии дороги замечательные. В Белоруссии все замечательно. Если вы едете со стороны России, пересекаете границу, вот до Лиды, дорогие друзья, там все... Лида это не девушка, это город. Лида это город на Западе. Я, когда был бандитом, помню, есть такой Лидский гидролизный завод. Это надо было говорить вот так. Когда я был бандитом. И Бобруйский, помню, замечательно тоже. Я хочу с твоего позволения признаться в любви. Ты только не Маша, пожалуйста. Нет, потому что Маша, кстати, еще и боксер, разрядник. И муж рядом. То есть кто-нибудь из них точно меня убьет. В любом случае, да. Я хочу признаться в любви, я хочу признаться в любви Белоруссии. Я обожаю эту страну. Я обожаю Минск. Сейчас должен был сметь Беловежскую пущу. Беловежская пуща. Достаньте с кармана зубров. Песниры, да. Я люблю Минск. Я люблю Белоруссию. Я люблю вас, ребята. Вы настолько... Знаешь... Знаете, ребята, вот есть такое слово прикольное. Я не люблю это слово прикольное. Прикольным может быть там костюм или там ботинки. Да, люди не могут быть прикольными. Вы настолько живые, вы настолько настоящие, вы настолько яркие, вы настолько сочные вот в самом таком правильном понимании. И это не про бразильцев. Слушай, ты что? Это про бразильцев. Как это? Я тебе расскажу один вещь. Ладно, не, не буду это рассказывать. Итак. Ты любишь Беларусь и белорусов. Я признался вам в любви и могу сказать вам следующее. Беларусь в Армении страна и белорусы. Это те люди, которых вот город не даст соврать. Я вам больше скажу, Абовян так длинно все это говорит. У нас в Армении 14 национальных меньшинств. Есть также белорусская община, в которой там 7 или 9 женщин, белорусок. Они жены армян. Но у них такая вот тесная община. И они наравне со всеми остальными национальными меньшинствами танцуют, пляшут, рассказывают, пишут письма. Да, да, да. Так что это очень круто. И на самом деле действительно в Армении, несмотря на такую малочисленную белорусскую диаспору, вот вместе с вами сейчас 14 человек, наверное. Да, и что самое интересное, очень активно работает посол Беларуси. Да, да. Честь и хвала ему. Я на самом деле хочу сказать, что то, как себя позиционирует посоль Беларуси. По-моему, ты готовишься получить белорусское гражданство. Нет. Еще нет? Не Оскар, по-моему. Нет, нет. Или что-нибудь в виде зубра. В виде живого. Живого. На самом деле спасибо посольству Беларуси. Ребята, вы красавцы. На самом деле мы, Армяне, видим, как вы работаете, как вы продвигаете. Над собой. Теперь перейдем. Реклама у нас. В данном случае я у нас буду министром по обломам. Вот, как, кстати, господин Пан, да, в Беларуси, как вы говорите? Сподар. А, сподар, сподар. Сподар Арман. Сподар облом. Это я, поэтому ходим на рекламу. Вот, ни одного ролика на белорусском языке, к сожалению, у нас нет. Но в Ереване у нас есть магазин огромный. Магазины. Магазин нищем у нас есть один, как минимум, в котором продается все из Беларуси, потому что один из самых богатых людей нашей страны, Гайко Николаевич Царукьян, очень дружит с вашим президентом. Мало того, что тракторы Беларуси и бла-бла-бла, у нас есть здесь продукты питания, сало, водка, черный хлеб, молочные продукты, свежаящие. Молочки, консервы, химия ваше эти. А, кстати, а в Беларуси и конечный завод, что отстроено. Это как раз был обмен опытом. То есть, конечно, завод Беларуси это расширение. У нас там мутилируют коньяк вот отсюда, да, это тоже серьезно все. О, поверьте, мы знаем. Реклама на Радио Ван, все остальное после у нас белорусский десант. Вот, в прямом эфире Радио Ван в рамках «Грани правды». И господин Абовян сегодня просто растекается по стулу и по полу и вообще растекается. Добрый день. Правды. Понятно о сложном. Грани правды. Понятно о сложном. Ну, сегодня ничего сложного у нас не происходит в студии. Пока длилась рекламная пауза достаточно длинная. Длинная, да. Можно было 5 килограмм белорусской картошечки сварить. Слушай, я, кстати, скажу, знаешь, есть, вот, как там ломаются стереотипы про нас, да, так и здесь. Не привезли картошечки тебе? Слушай, я тебе скажу один такой вещь. Только ты не обижайся. Да. На самом деле белорусская картошка – это чудо. Ну, а кто спорить? Я вкусней, когда мне разные сорта показывали, вот это вот так, это вот всяк, это... У них на уровне президента показывают разные сорта. Стивену Сигалу там... Это фантазия. Это вкуснейшее сало, конечно. Еще морковку давали, объясняли дурачку, что вот это морковь. Да, плюс это зубровка, зубровка. Но зубровку он мог не знать, но морковка... Но на самом деле Беларусь в Армении знает не столько по картошке, и слава богу, и это правильно, а Беларусь знает как страну, как край, где живут удивительные люди, которые, да, снова приведем, да, параллели с Великой Отечественной войной, нашей войной, которые... Каждый четвертый Беларус погиб во время этой войны, и в партизанах... Это мы говорим о мирных жителях. Да, мирных жителях, да. О гражданской населении. Да, и в партизанах было 92% населения, вдумайтесь, 92% ушли... А те 8% видимо не белорусы. Нет, ну да, не белорусы какие-то там, в общем, непонятно. Не какие-то там не белорусы. Да, в любом случае... Говорит совершенно серьезно, очень много наших дедов и прадедов воевали на территории Белоруссии, белорусский фронт... Начинают от Брестской крепости, где погибло 12 армян, скажем, мы защищали... Знаете, вот это самое... У меня не возникает ощущение, что я лечу за границу, скажем, там, в Минск, да, я возвращаюсь домой. Ну, понятно, что поколение выросло и у вас, и у нас, мы уже воспринимаем друг друга за границей, но, черт побери, вот это... То время, да, когда мы были вместе, оно было очень-очень классное. Мы опять-таки вместе... Ну, сейчас хорошее время наше. Да, мы постараемся быть вместе без вот этих политических... Я думаю, что Белоруссия и Минск стали гораздо лучше за годы независимости. Красивее. Ты когда последний раз был-то? Я был недавно, я же часто езжу туда на фестиваль рекламный Белый квадрат. У нас огромное количество... Ага, ага, телефонами обменяйся, ребята. У нас очень много призов с этого, я прекрасно дружу с Аленой Устиновичей, у меня замечательные отношения. Я не понаслышке знаю, что такое Минск, я был жюри на этом фестивале, я был участником на этом фестивале, в Доме профессионалов. Во, какие люди! Я каждое утро видел, как президент выезжает, потом вечером выезжает, как это огромный проспект вымирал. То есть, когда выезжал, отпускал... Я больше расскажу, я про чудовищную историю расскажу. Я, Бен Беннимана, Бен Беннимана, это руандиец с российским паспортом, один из самых крутых дизайнеров российских. Гарик Мартиросян, вот, и Влад Деревянных, еще один потрясающий дизайнер. Это рекламное агентство «Восход России», если вы знаете. Вот, а Гарик Мартиросян, это один из лучших дизайнеров и художников в Армении. И вот мы вчетвером... Другой Гарик. Да, другой. Значит, два армянина, один руандиец и один коми-пермяк ходили болеть за сборную Белоруссии на хоккей, когда белорусы играли со сборной Дании. И? И белорусам, которые проиграли, к сожалению, в этой игре, вот, оказалось, что мы пришли болеть за Данию. Странные белорусы были. Так. Ну, понятно. Два армянина, один афро-россиянин и коми-пермяк. Но потом в процессе игры... Ну, все уникли россиянин, да. Да, очень. А потом в процессе игры уже игры нам были понятны. Игри нам были понятны, Белоруссии, точнее. И что меня больше всего удивило? Значит, игра начиналась с 19.00. Ну, мы, как белые люди, пришли покупать билеты. Значит, как только нам продали билеты, и тетенька посмотрела на часы, которые висели у нее в билетной кассе, было без 15.00. За нами стояла длинная белорусская очередь. Не армянская, круглая. Да, а длинная белорусская очередь. Люди, никто не возмутил, повернулись и ушли. Так, знаешь, я даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. На самом деле, наверное, можно было тете сказать. Ну что, мы с вами начинаем прощаться уже, к сожалению. Желаем вам счастья, всяческого радости. Приезжайте к нам еще. Будьте у себя, то есть как у себя, на дома у нас в гостях. И даже не забывайте о том, что вы гости. На самом деле, мы очень любим, когда нам приезжают белорусы. Не забывайте гости именно в том плане, что... Забудьте, что вы гости, чувствуйте себя как дома. Да, на самом деле, ребята, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, что вы есть. Спасибо вам огромное, что вы приехали. Я не устаю благодарить вас. И никогда не устану. Ждите нас скоро в Белоруссии. Это грозит. Инсайдерская информация есть. Оттуда-ва. Роману тебя каждый год очень ждет. Да, я... На уровне президента, дорогие друзья. Я бы хотел, да, с разрешения господина Глумова... 30 секунд у тебя. Да, 30 секунд дать ребятам. А, у вас сейчас... Да, скажите спасибо и до свидания. Спасибо большое, ребята. У вас очень душевно, очень замечательно. Я впервые в Армении, я прямо в восторге. Ну и, пользуясь возможностью радиоэфиром, хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов 14-го чемпионата мира по что-то, где-когда. Да, да, Тиграна Кочаряна, Армана Абовяна и большую команду, которые сделали большое дело, привезли... И два дня действительно центр интеллектуального движения мира был в Армении. Вот, спасибо огромное. Нам безумно понравилось, и мы надеемся, что это не последний чемпионат мира в Армении. Еще раз, Тиграна. Ребята, спасибо вам. Вы просто замечательные, красавчики. Вот такие, что прям... Красавчики. Вот такие вот максимально стереотипные, с одной стороны. С другой стороны, это все настолько глубже и настолько вас, что этим приятно любоваться. Ну что же, отличная и в финале запрещенная в Белоруссии группа Ляпис Трубецкой с композицией «Убей, раба!»